Привет, друзья мои, я Олеся Медведева, а этот блог я записываю 26 февраля в 11 ночи, и мы продолжаем подводить итоги дня уходящего, третий день вторжения Российской Федерации в Украину. Сегодня на большей части фронта шли преимущественно позиционные бои Киеву, на данный момент, насколько я понимаю, стягиваются войска, штурма еще не было, но городские власти столицы объявили о том, что введен комендантский час с сегодняшнего дня с субботы 17.00 и аж до 8 утра понедельника, то есть все это время, весь завтрашний день запрещается выходить на улицу. Можно выходить только в том случае, если человек направляется в укрытие бомбоубежища. Продолжают бомбить Херсон и Николаев, но за сегодняшний день особо как-то ситуация не поменялась, хотя некоторые телеграм-каналы пишут, что российские танки уже вовсю ездят по самому городу Николаева, но в любом случае пока местные власти сообщают, что оба города находятся под контролем Украины. Главное направление, которое сегодня наиболее было активным, это Донбасс и Запорожское направление. Кроме страницы Луганской, Минобороны Российской Федерации заявили, что под контроль республик взят еще город счастье. А также еще населенные пункты поменьше. Центральные органы власти Украины пока эту ситуацию не комментируют, но косвенно, судя по всему, признают, потому что началась эвакуация. Началась заранее, то есть явно понимали, что будет штурм. Ситуация на юге страны для ВСУ тоже непростая. Под жестким огнем находятся все пригороды Мариуполем, не лично. В сообщении женщина из греческого поселка Сартана присылала фотографии последствий, как прилетала в жилые, жилые районы. ДНР говорят, что уже готовы штурмовать Мариуполь. Перед этим они взяли поселок Донской, что к югу от Волновахи и позволяет, по сути, перерезать трассу между Волновахой и Мариуполем. То есть на данный момент основные и заметные продвижения Россия на Донбассе, на востоке Украины. Я напомню, что там также пытаются окружить основные силы ВСУ, которые как раз таки сосредоточены на Донбассе. Заходят еще со стороны Запорожской области. Группировка Крымская идет, насколько я понимаю. Также в тыл ВСУшникам пытаются зайти из Харьковской области и таким образом окружить. Ну и в целом обстановка для украинской армии на юге Донбасса складывается наиболее тревожно. И сейчас создается такое впечатление, что именно это направление является приоритетным для россиян. А дальнейшие действия уже будут зависеть от успехов там. Также, друзья мои, прямо сейчас, пока я записываю этот блог на часах 23.10, многие телеграм-каналы и наши источники издания страны говорят о том, что, возможно, совсем скоро будет штурм Киева. Киева призывают всех отправиться в укрытие, но я пока никуда не иду. Остаюсь дома, пишу это видео. Российские войска скапливаются на западе от Киева и говорят, что стрелять сейчас могут со стороны Жулян примерно. Также, насколько я понимаю, сейчас Гастомель находится под контролем российских войск. Сегодня также появились видео с участиями кадыровцев, да и самого Кадырова. И утверждается, что они сейчас находятся в военной части неподалеку от Киева, в Гастомеле. При этом непосредственно продолжаются бои в районе Бучи, Ирпеня и Гастомеля. В общем, северней от Житомирской трассы, которая идет из Киева на Житомир. В самом же Киеве, по словам местных властей, российских войск нет, но есть, говорят, огромное количество диверсантов и сейчас борьба с ними. Это вопрос номер один, насколько я понимаю. С этим также связан и жесткий комендантский час с 17.00 сегодняшнего дня, с субботы до 8 утра понедельника. Также местные власти заявляют, что все, кто без объяснения причины окажется на улице, будут признаны, я не знаю, опознаны как диверсанты. Ловят каких-то подозрительных людей, выкладывают эти фотографии, видео в социальные сети. Все пишут истории о том, как они встретили большое количество россиян. Какие-то россияне под прикрытием пытались арендовать, снять жилье в Киеве, прикрываясь матерью и ребенком. В общем, таких историй сейчас очень много. Также все больше фото, видео и историй появляется в социальных сетях о мародерах. То люди ходят по квартирам, выясняют, где есть люди, а где их нет. Также есть фото и видео, как одни люди с оружием останавливают других людей на дороге без оружия и грабят их. Касательно других городов позиционные бои длятся вокруг Харькова, Чернигово, Сум, Николаева, Херсона, Готовица, Одесса. Люди в этих городах вынуждены находиться долгое время в укрытии, обстрелы жуткие, снаряды, мины, я не знаю, чем стреляют, потому что все на самом деле не отследить. Прилетают в жилые районы, в объекты, инфраструктуры, социальные инфраструктуры в том числе. Есть погибшие, есть раненые. Среди них гражданское население, женщины и дети. Даже на Банково сегодня признали проблемы с движением россиян по направлению на Запорожье и Энергодар. Ранее напомню, что по пути был взят Мелитополь, он сейчас находится не под контролем украинских властей. И именно эта, насколько я понимаю, крымская группировка сейчас движется в сторону Мариуполя с целью окружения на юге Донбасса в Эссу. Сегодня для крымчан произошло абсолютно нерядовое событие, поскольку российская армия взорвала дамбу, которая сдерживала Днепровскую воду в Крым. И теперь вода вроде как пошла. Об этом говорит Аксена в Крыму. Но вот действительно ли это произошло или это была такая картинка, знаете, пропагандистский прием, пока непонятно. Также Украина подорвала железнодорожные пути, которые ведут в Россию, чтобы с помощью железной дороги Российская Федерация не осуществляла подвоз подкрепления. На международном направлении можно констатировать, что между Западом и Россией опускается новый железный занавес. Сегодня ночью, скорее всего, будет принято решение отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Также большинство стран Европы и все страны Евросоюза, насколько я понимаю, закрывают для российских самолетов свое небо. Применяются и другие болезненные меры. Например, Зеленский сейчас ведет переговоры с президентом Турции Эрдоганом на предмет того, чтобы закрыть проход российским военным кораблям через проливы. Кроме того, сегодня французами в Ла-Манше был перехвачен российский корабль. То есть, вот эти движения на международном треке могут, по сути, означать грядущую морскую еще и блокаду Российской Федерации. Некоторые страны предлагают еще и Беларусь отключить от SWIFT, но, тем не менее, к примеру, президент Франции Макрон продолжает созваниваться с Александром Лукашенко на предмет того, как усадить Россию и Украину за стол переговоров. Однако, далеко не факт, что на переговоры сейчас захочет пойти Зеленский, и пока таких сигналов нет. В СУ сопротивление оказывают достаточно активно, тем более в немалых объемах с западных стран в Украину едет еще оружие. Поэтому, теоретически, Зеленский может выдержать паузу, чтобы накопить успех вооруженных сил Украины, а также с привлечением гражданских терробороны, а потом предложить сесть за стол переговоров, чтобы заключить мир уже на своих условиях. Возможно, поэтому сегодня Песков заявил, что Зеленский отказался от переговоров, а Путин отдал приказ продолжать развивать эту военную операцию. Если все это попытаться резюмировать, то создается впечатление, что прям следующие дни в военном плане будут решающими. Каждая сторона попытается сделать переломный момент. Поэтому следующие, как минимум 24, а то и 48 часов будут очень тяжелыми для всех. В первую очередь, наверное, для Донбасса. Поэтому хочется выразить слова поддержки всем тем людям, мирным жителям, которые сейчас там находятся. Держитесь и обезопасьте себя, пожалуйста. Очевидно, что сложившаяся ситуация обострения боевых действий, военное положение по всей территории Украины очень сильно бьет по украинской экономике. В крупных городах начинаются перебои с поставками топлива, продуктов питания и перебои в работе аптек. Также из-за обстрелов, передвижения техники, нарушена логистика. Из-за блокирования России украинских портов не поставляют своевременно сырье. То есть проблема эта будет усугубляться, ухудшаться. Ну и продолжение военных действий. В целом войны продолжительное время вызовет гуманитарную катастрофу в масштабах всей Украины. А значит, надо войну как можно быстрее заканчивать. И в очередной раз хочется обратиться ко всем людям, которые думают, что это какое-то благо. Нет, это не какое-то благо. Это военные действия. Это война. Бомбежка жилого квартала не может быть во благо. Плачущий ребенок, испуганный от взрыва. Это однозначно не во благо. Правда? Войну надо прекратить. И это как никто другой, я уверена, понимают люди, которые живут на Донбассе и жили там все эти восемь лет. Пусть война закончится. Закончится везде. Во всех абсолютно населенных пунктах и уголках Украины. Вот только как это сделать сейчас? Вопрос остается открытым. Конечно, единственный вариант это переговоры. Потому что любая война заканчивается миром переговорами. Запад также высказывает свою позицию, какая может быть альтернатива санкциям против Российской Федерации. Это не что иное, как Третья мировая война, в которой, как вы понимаете, я на самом деле не знаю, кто выживет. И тогда какое место вообще на этой планете будет благоприятным для жизни. Поэтому мир, мир и еще раз мир. Я призываю всех, от кого это зависит, закончить войну. На этом у меня, наверное, пока все. Завтра тоже будут выходить блоги. Будем продолжать обозревать ситуацию. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что сопереживаете в комментариях. Это очень важно для журналистов, которые, ну, вопреки тому, что у них есть свои семьи, свои личные проблемы, продолжают в этих условиях делать свою работу. И я это делаю, потому что мне пишет огромное количество людей и говорят спасибо за то, что вы доносите информацию, что разъясняете, что даете возможность разобраться. И я рада, безусловно, это делать. Спасибо, что смотрите. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok